Статистика с начала года гласит о том, что с участием несовершеннолетних зарегистрировано 194 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 229 получили травмы. В преддверии учебного года, когда школьники возвращаются в город с каникул, обдительность и их, и родителей, скорее всего, ослаблена. Начальник управления Сергей Романов напомнил о важности знания и соблюдения правил дорожного движения. Ленок, он, может быть, где-то сам немножко не понимает свои действия, но все-таки родители должны его как-то управлять и какие-то беседы проводить на тему соблюдения правил дорожного движения. Сейчас мы не только проводим беседы, скажем, с педагогами, чтобы они в своих уроках находили какие-то минутки безопасности и доводили какие-то нормативы по соблюдению правил дорожного движения. Мы сейчас стараемся посещать, в том числе, и родические собрания, где уже с родителями начинаем беседовать о тех или иных проблемах с аварийностью, которые связаны у нас именно с детским дорожным транспортным адресом. Возросло в этом году и количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, а это, к сожалению, зачастую прямое следствие недостаточного воспитания в детях осознанного поведения на дорогах. И здесь на родителях лежит серьезная ответственность. Конечно же, сейчас у родителей очень много заботы купить ботиночки, школьную форму, собрать красивые тетрадочки, ранцы, ручки и отвезти ребенка в школу. Я считаю, что в первую очередь родители должны обратить внимание на то, чтобы повторить со своими детьми правила безопасности. Это и правила безопасности в быту, и правила безопасности на улице, но и в первую очередь правила безопасности при движении в школу и в школу. В рамках подготовки к Дню знаний в целях обеспечения безопасного дорожного движения на участках, прилегающих к образовательным учреждениям, сотрудники госавтоинспекции проверили 545 таких участков. И надо отметить, выявили немало нарушений. Более полутысячи на 226 пешеходных переходах. Пропагандистскую работу сотрудники госавтоинспекции планируют продолжать и наращивать. Главная цель – напоминать о рисках для участников дорожного движения.